Едва вступив за порог редакции, Александр Скворцов тут же попал на первую полосу газеты. В доме журналистов летчик-космонавт – долгожданный гость. Здесь его встречали школьники, историки, краеведы и почетные спортсмены. Очень много людей, которые сегодня объединила тема космоса. Вы знаете, что впервые 50 лет назад человек вышел в открытый космос. А вообще каждый раз, когда мы проводим какие-то мероприятия, это тоже для нас выход в открытый космос, это какие-то преодоления и границы. Мы задаем вопросы нашим читателям, они отвечают. И таким образом складывается тот диалог, во имя которого мы сегодня собрались. На встрече дети показали летчику свой космос. Незадолго до этого среди школьников региона прошел конкурс рисунков. Диплом победителям вручал сам космонавт. Ребята из разных городов и поселков Тюменской области были рады пожать руку Герою России и задать Александру Скворцову свои вопросы. Поздравляю. Я хотел его спросить, видел ли он когда-нибудь инопланетян. Чем вообще интересна для тебя эта встреча сегодняшняя? Зачем приехать сюда? Чтобы узнать о работе космонавтов, как они там живут в условиях невесомости. А ты сам хотел бы стать космонавтом? Ну я хотел стать кинооператором. Профессию космонавта тоже мне нравится. Чем питаются космонавты, о чем мечтают в полете и как относятся друг к другу за пределами планеты. Взрослые дети буквально засыпали гостя вопросами. Выяснилось, что космический рацион сегодня богатый. Самая главная мечта – погреться на солнышке. А вот о своих коллегах Александр Скворцов сказал следующее. Мы становимся одной семьей. Поэтому если вы увидите, что все сейчас возвращаются с космоса и подчеркиваю, что в космосе на Международной космической станции политика отсутствует. Там действительно семья, которая выполняет одни и те же задачи, стоит перед одними и теми же проблемами. И действия одного человека могут привести к, так сказать, необратимым последствиям для станции. Поэтому здесь приходится работать одним коллективом. Школьники также поздравили гостя с наступающим днем космонавтики. А он пообещал непременно сюда вернуться. В Тюмени у Александра Скворцова теперь много друзей. Алена Сазонова, Юлия Маркова, Юрий Зеленин. Вести. Регион Тюмень.